здравствуйте привет из питера татьяна анатольевна это михаил богданов учитель школы 564 информатика по информатике здравствуйте на кнопку нажать отвыкла уже от дистанта да вот михаил он как-то и руководитель движения родителей родительский комитет у нас есть такая общественная организация я и руководить я знакома заочно смотрю видео записи поэтому слушаю все это как бы я вы в курсе научила свету мою третью третьего моего дитя так что вот ну что же знаком с нашей работой непосредственно а и работа великолепная то есть все в классе поступили в разные там ну либо мат класса либо там матэк в общем направление по направлению без проблем создание так что мы сейчас мне на самом деле тяжело с вами говорить я 30 с лишним лет в одной школе и поэтому могу говорить только о том что происходит ну как бы в нашей школе того что происходит в стране но ориентироваться могу на те программы на те какие-то моменты которые я проследила за 30 с лишним лет до что было и как стало а если учесть что наши школы исторические алексей знает она была физико-математическая и серьезным углубленным изучением физики и информатики математики и вот эта дорога которая привела нас сейчас вот к тому что мы имеем но мне допустим грустно хочется надеяться что может быть что-то будет потому что 30 лет назад у нас конкурсный набор был в школу до 20 ребят на место это в начальную школу мы всех мы со всей москвы собирали а сейчас что мы всех берем да и поэтому первая проблема это конечно но для меня это вот современная оптимизация когда деньги на ученика ведут деньги в школу до чем больше тем лучше ну качество от количества сами понимаете а мы уже записываем правильно все тогда можно спокойно продолжать я хотел хоть вступительное слово сказать а я тоже как вступление чтобы вы понимали что я ну не прыгающий учитель а работающий учитель на одном месте то есть у вас с традициями да такая история у меня получается да потому что ну так получилось не уволили пока это бог все будет хорошо да будем будем надеяться ну мы значит я думаю у нас у меня был план в голове такой в принципе может быть вы просто расскажете что вы хотели рассказать но у меня был план первое это спросить про то что было 13 14 июня на семинаре потом просто рассказать что вы расскажете вот у вас 10 до выпусков 10 это было 10 вот и вот как все меня динамика вот какие проблемы были тогда какие проблемы были через 15 лет назад какие проблемы есть сейчас и что вы ожидаете может быть но это как бы понятно что то что мы ожидаем мы не знаем на самом деле что будет но как бы вот то есть ваши ощущения вот от от этой динамики вот по 10 выпущенным классом и последний вопрос может затронем как вы относитесь вот к фономатической теории фономатике короче вот это то что как как сейчас это тема я меньше всего как бы знакома я посмотрела несколько сюжетов которые вы вот ну вот женщины вот здесь я не могу сильно как бы комментировать по причине того что у меня вообще отношение к русскому языку свое личное потому что ну я всегда говорю я по образованию учитель русского языка и литература но математика это мое хобби как бы да поэтому могли почувствовать на свете что с русскими я конечно серьезно занимаюсь ну мне ближе просто русский грамотно сегодня великолепный усветок просто ни в коем случае я не берусь говорить о том что я как бы математику не знаю но на уровне начальника может чуть больше вот но что касается фонематического вот этого обучения вы знаете здесь много спорных моментов у меня есть определенное видение что фонетика и транскрипция могут детей особенно в современных водить заблуждение потому что мы не можем как в белоруссии как слышится так и пишется ни в коем случае не хочу обидеть братьев белорусов но в русский язык все-таки он очень сложный поскольку я всегда своим ученикам говорю нету ни одного правила в котором нет исключений соответственно нужно просто учить и здесь не только фономатические здесь и зрительная память и слуховая здесь все даже традиционные да правила жиши чаща чушу если мы пишем литовские фамилии армянские там все равно есть исключение если мы их адаптируем под русский язык если мы возьмем любую там армянскую фамилию там чья будет писаться через я или литовскую да соответственно все практически правила они имеют свои какие-то исключения поэтому здесь я не берусь судить учить через звук очень тяжело все-таки нужно учить и правильно и зрительно и слухово поэтому здесь я с вами не очень могу подискутировать поскольку у меня для изучения русского языка есть свое видение и это можно долго говорить про программу русского языка что вам я думаю не надо это очень интересный момент вот это очень интересный момент но вы учите как бы по своему видению и я безусловно я просто да пытаюсь предупредить ошибки детей которые их могут встретить в будущем но без фонетики тоже нельзя поскольку я принимаю участие на ОГЕГ задания по фонетике они не уберутся никогда и я вот ребятам всегда говорю вы не путайте вот эти понятия звук и буква дальше вам начиная с пятого класса никто не будет это разъяснять а вопросы в ОГЕГ будут и обидно баллы терять понятно да понятно хорошо давайте мы вернемся тогда к первому вопросу который Алексей задал да что было 13-14 а потом уже перейдем к самым интересным новые рабочие программы по новым ВГОСам ну то что я услышала они в общем радикально не отличаются что меня максимально убило вот то что нам говорят да вот маленькое отличие я не знаю насколько это поможет в образовании но здесь идет полная привязка к электронным цифровым носителям мы должны разработать темы и по каждой теме надо указать ссылки электронных вот этих уроков меш которые мы прикрепляем к уроку это мы должны перелопатить всю систему электронной школы чтобы на каждую тему прикрепить ссылки тестовые задания из меш да чтобы ну если вдруг я заболела пришел чек нажал на кнопку и провел урок я вот так не хочу я прошу прощения я здесь знаете что добавлю это вам хорошо вы учитель начальных классов вы ведете все предметы правильно я понимаю ну да непредметное обучение ну да я имею ввиду у вас непредметное обучение вы не специально просто есть в некоторых школах где предметное обучение в начале тоже так вот получается что вам нужно ну составить грубо говоря на один класс эту историю но правда все предметы да но их там ограниченное количество все таки а значит скажем учителю географии у которого час в неделю в там в двадцати классах нужно на каждый класс да то же самое творить да и это не все и дальше каждой теме каждому предмету мы должны дать ссылки цифровых вот этих вот посещений музеев социокультурные мероприятия вот это разница старых рабочих программ и новых принципиальная разница да то есть больше ничего вот это принципиальная разница где мы должны были внести вот такие вот социокультурные мероприятия и прикрепление к электронной школе а вот как вы считаете вы бы на месте на своем месте на месте других учителей вот как бы вы отнеслись к идее того что вам предложена программа в которой все это вписано нам дали и все и вы ей как бы и она более того она загружена в электронный дневник и все и вы по ней работаете либо не по ней а как хотите ну дальше там уже второй вопрос нет ну поскольку зачем вам разрабатывать этот вопрос нет а чтобы закончить курс мы должны были высылать туда понятно то есть я не знаю нам потом прислали уже полный комплект этих программ мы тоже долго с ними как бы ну не долго но не воевали а пытались понять я же извините по диплому я учитель я не методист почему я должна разрабатывать рабочие программы ну вот это было условием что мы фрагменты берем сами себе предметы мы разрабатываем и дальше не знаю сложили они нам выслали я ну молодые люди поверьте ну мне выслали семь программ я думаете по девяносто восемь страниц буду читать вот это все я знаю что нужно получить к концу пребывания в начале не сколь поэтому в общем картина понятна она у вас такая же как везде вот я думаю что да безусловно нас просят корректировать под свою потому что вот допустим математика в нашей школе она не попадает в общую базу да программа Людмила Георгиевна и Петерсон не попадает я то с ней знакома еще с того момента когда на нашей школе она опробовала свои учебники у меня еще ее первые учебники сохранились в черно-белом варианте вот всегда очень обидно когда люди не знают автора и начинают склонять фамилию ну да и говорят что это мужик какой-то да да противный ну мне эта женщина близка хотя я может быть некоторые бы программы некоторые темы бы там поменяла местами но в общем в общем для начальной школы хорошо а ее заставили вот эту фразу включить которая почти на каждой странице встречает школьников что ты еще не знаешь поставь себе учебную цель ну вы знаете Алексей Владимирович это было очень давно тогда мне кажется никто никого не заставлял а сейчас это все переиздается переиздается и переиздается поэтому я думаю сейчас ну я не знаю наверное ее не спрашивает никто уже хорошо что не исключили потому что была тенденция несколько лет назад хотели вообще ее учебник исключить из программы начальной школы поэтому хорошо что отстояли ее и из имеющихся на ваш взгляд это наиболее адекватный учебник ну да 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 особенно когда середина второго класса третий и четвертый безусловно у меня есть и учебники гейдмана как дополнительное пособие но на сегодняшний день я не вижу более качественных и развивающих с разных позиций учебников потому что да сложно но если все это продумывать и работать то все это посильно посильно тогда ну собственно вопрос про динамику давайте про динамику вы знаете давайте я вам скажу что происходит ну вот с моей точки зрения что я заметила да я пришла сто лет назад да на работу я первые четыре года только работала в другой школе потом сюда в 444 перешла была молодая ну совсем ребенок было доверие учителю вот родитель отдал и было доверие сейчас доверие учителю практически нет учителя можно оскорбить учителю можно сказать что вы неправильно учите это ужасно и это очень заметно и это между прочим происходит не потому что программы другие или еще другое да в принципе отношение к школе изменилось и отношение к учителю изменилось было доверие и со стороны государства полное доверие да было доверие что бы не делал учитель государство ну я имею в виду руководство школы не влезало вот так вот на каждый шаг а сейчас же учитель как хороший учитель тот кто вовремя все записал забил в электронный журнал все забил все прописал и это хороший учитель а если вдруг ты до четырех часов дня не успел записать в электронный журнал домашние задания то ты плохой учитель на тебя штраф а если ты в это время помогал ученику это уже никого не волнует это конечно грустно мы превратились в общем то просто учитель исполнитель ну вот ну такое приложение к да к некой процедуре да как человек который должен исполнять некий протокол да и родитель так же относится а ведь каждый родитель обсуждает проблему школы дома каждый и когда родитель дома позволяет а она тебе сказала да и он приходит и он приходит ученик ни в чем не виноват и скажет а она тебе сказала это грустно следующий момент который мне вот тоже не очень нравится перестали учить на учителей да вот приходят молодые педагоги они вообще ничего не понимают приходят практиканты они вообще ничего не понимают а в чем причина как вы думаете да вот это самое интересное ну здесь я не могу сказать но не учат это в вузах да произошло как бы вот какое то слово и в вузах и в колледжах перестали учить их учат видимо много какой-то теории может быть они много читают про Яна Амоса Каменского Сухомлинского и т.д. и т.п. но их не учат реальной жизни меня учили я никогда не забуду приходил человек когда я практику сдавала у нее был график класса парты и она плюсики ставила сколько раз я каждого спросила она говорит ты должна видеть класс меня так учили и у меня конечно выработало что я должна вот так видеть класс сейчас современные приходят мальчики девочки они вообще мало того что они сами не знают это тоже катастрофа потому что вот эта тенденция что начальная школа это ерунда и все знают как все делать там ну это глубокое на самом деле заблуждение безусловно все умеют читать и писать но не все могут правильно научить поэтому нету наставников молодые просто они утекают ну и в основном конечно в Москве приходят зарплату получать а не работать ну так ну то есть исполнять вот этот самый протокол да 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 и а поскольку знаете же современные молодежи они сами не спросят а если им скажешь они обижаются у меня завуч приходила трясла меня как осинку и я не обижался хорошо Евдокия Львовна все будет все будет так 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 ну и главное ребят ну понимаете раньше семья была вместе со школой сейчас она стала против школы а сейчас семья стала вне школы родители отрезали и не пускают школу у нас праздники у вас в Москве насколько я знаю вообще колена запретила вообще ходить родителям в школу практически да ну сейчас но колены уже нету ну это понятно да но это вот уже было от него слово да 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 и соответственно да и если этому не учить родителей тоже то они потом и не хотят а если ребенок не видит вот этого слияния то не получится и школа никогда не переделает то что в семье а если семья против школы то школы не изменят ничего воспитательная работа полностью изменилась полностью большинство родителей сейчас я не беру мой последний выпуск это вот что-то удивительное да так вот сплотились родители мы успели сплотиться в первом классе вот но я смотрю же вообще что происходит вокруг и это конечно печально потому что в общем то основная задача помимо того что научить писать мы должны вырастить человека я всегда своим детям говорю вы никогда у своего друга не спросите какая у вас оценка была по математике вы его за другой будете ценить поэтому если вдруг три такое тоже бывает не бывает в классе 28 отличников ну не бывает не бывает поэтому мы же должны по человечеству с точки зрения вашего опыта за эти 30 лет дети поменялись дети поменялись безусловно в худшую сторону в чем это выражается дети поменялись серьезно в худшую сторону у детей память упала у детей восприятие жизни стало другое дети перестали говорить если сравнивать даже наши наборы вот раньше и сейчас раньше среднестатистический ребенок ну которому 6 лет там 7 который шел в школу мог самостоятельно выстраивать монолог но хотя бы на минуту полторы самостоятельно на любую тему даже расскажи про свою любимую игрушку ну вот сам примитивный вот казалось бы любимая сейчас современный ребенок не может этого сделать проговорить 60 секунд самостоятельно без наводящих вопросов не может да нет хорошо у них клиповое мышление стало они же растут все вы связываете это именно с этим я думаю да ну и родители перестали говорить ведь родители тоже в этом сидят то есть общение и ограниченное общение ребенка и речь к нулю бежит ну все дальше выгодский да механические действия безусловно там многие родители говорят вот он уже умеет умножать в 7 лет я говорю это механика вот пусть он мне расскажет как он решил задачу а он не может поэтому очень изменились дети очень детей дети разучились сравнивать описывать вот это сравнение не умеют они разговаривают а вот а вот так а ведь развитие речи это развитие развитие да это как раз развитие на самом деле интеллекта вот поэтому дети изменились очень с ними перестали говорить а с точки зрения здоровья с точки зрения здоровья я бы сказала так я не могу сильно сказать что стали больные дети не больные я считаю что с точки зрения здоровья если только опять психического дети стали более возбужденные легко заводится им замечание сделаешь они могут резко впадать в панику раньше была более устойчивая нервная система и спокойно относились дети к каким-то замечаниям школа не может быть без замечаний не может быть бесконечно вот нас сейчас к этому как бы склоняет не может быть бесконечная халва-халва ну просто не может если не сказать что это там ты не прав то ну а как дети сейчас вот именно с этой позиции более возбудимы да вообще они более возбудимы при общении друг с другом тоже один другому что-то не так чуть-чуть сказал я сразу у них знаете потеряно ощущение того что с тобой общается человек они в полной уверенности вот маленькие дети что у них будет вторая жизнь понимаете что эту вторую жизнь можно купить понимаете у нас на конференции да он ведет в глаз я извиняюсь и думает что все потом нормально нажмешь наверное на кнопку и у него появится другой они не понимают и дома им не объясняют у нас на конференции было шикарное шикарное выступление про цифровое маугли да то есть это вот да то есть это вот да там интересное как раз вот наблюдение вот там доктор биологических наук нейропсихиолог нейропсихиолог да Ольга Генева из Екатеринбурга да она рассказывала как раз про свои исследования на этот счет она как раз вот приводит вот этот пример когда дети действительно сегодня не ощущают рядом человека то есть они не чувствуют вот этого живого как бы и отсюда да начинается вот эта вся история то есть как бы неадекватное восприятие мира по сути неправильно неадекватное восприятие мира и я вот своим всегда говорю я говорю вы не понимаете что ли что это не игра это жизнь и так нельзя а за счет вот этой возбудимости но я им всегда объясняю про эти телефоны я говорю вы должны понимать что такое мозг я говорю вы начали мне не жалко вы можете на перемене играть но вы выключили через 15 минут а у вас в голове все еще играет 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 вот я свете мы же свете не даем до сих пор не купили она уже два года там говорит типа папу у всего класса есть но она не настаивает она так говорит я говорю а если весь класс будет опиум курить или героином баловаться ты тоже будешь что ли это делать но у нас у всего класса есть но они не достают на перемене как вы этого достигаете ну вот внушаю у меня дети на перемене нет вот они подходят и говорят Татьяна Анатольевна можно я маме позвоню я говорю маме звони бог ради они после это я нет но на уроке я им все время объясняю я говорю ну я знаю что такое компьютерная игра я пыталась там складывать шарики я говорю поймите я 10 минут вникаю в игру потом у меня начинает получаться тут звенит звонок вы выключаете а там у вас все еще стреляет вы меня первые 10 минут не слышите поэтому нет у меня дети не играют и это конечно печально но опять никто же другим не рассказывает вот у меня они научились не обращать внимание на переменах когда другие играют но если будут отнимать на входе то в принципе эта проблема частично снимется да если будет решение принято но если будут собирать как вот они идут на ОГЭГЭ сложили да 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 я и родителям говорю зачем вы им даете умные часы эти телефоны а если что с ребенком я говорю если что с ребенком быстрее я до вас дозвонюсь чем ваш ребенок ну вот если что с ребенком я здесь для что это опять говорит о недоверии ну да возвращаемся туда же да все одно и то же да а ваши коллеги как они у вас вот эта тактика значит работы с детьми она у вас в целом в школе такая как бы проповедуется или у вас очень по-разному по-разному я старая поэтому я вижу вот это ну не ну что молодые учителя не разделяют вашего такого оптимизма да молодые учителя вот так сидят на перемене на детей не смотрят у них сеанс связи да понятно понятно то есть родители так учителя так дети так вот мы там все вот Алексей не даст собрать я даже не создаю чаты я не состою в родительском чате я вне этого я сказала я не хочу вот эти обсуждалки у меня есть человек из родительского комитета я информацию дала никто не еще ни разу не сказал мне что не получил информацию я могу сказать что у нас в школе большинство учителей тоже в чатах не состоят родительских ну это хорошая школа в принципе принципиально то есть у нас это даже как бы ну типа традиции школы что ребята мы как бы не поддерживаем эту историю ну я вообще вне социальных сетей понятно у нас написано что 10 минут а 10 минут это нормально это мы еще успеем да нет я еще вам скажу важное ладно тогда а то я приготовилась потому что русский математика это хорошо но там все более или менее прилично угу окружайка вот больше у меня вопросов окружающего окружающего окружающий мир нет ребята и литературное чтение литературное чтение то есть вот эти два предмета я извиняюсь ну просто конечно стало очень тяжело суть литературы в чем все таки мы должны развивать личности человека нету хороших разнообразных текстов правда Читать учебник ребенку неинтересно, а нам же нужен результат, правда? Не полное несоответствие материала в учебнике с тем, что у нас МЦК, ОВПР, там СОКО, да, вот эти вот контрольно-изменительные наши материалы, которые мы получаем. Там мы должны что вписать? И тема текста, и мысль, и художественные средства, и типы. А в учебнике этого нет. Получается формализм, да, формализм. Здесь одно, потом мы тупо должны натаскать на сдачу вот этих вот государственных экзаменов, ну, условных, да, и нету. А суть литературы-то, она вообще в другом. Он может не знать темы текста, но если он прочитал, и у него появилась эмоция, вот, и поработать с эмоцией, а этого нет. Ведь мы на примере литературы развиваем. Личность развивает, да, да. Да, в первую очередь эмоциональная составляющая, правильно? Да. А у нас получается, времени катастрофически не хватает. То есть предмет хороший, но он... Предмет удивительный. Ага, ясно. Как раз вот я люблю, а поговорить, да, вот. Да, 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 да. А здесь... Несоответствие с этими измерительными всеми мероприятиями, да, Полна? Абсолютно. Нету стыковки учебника и требований. И я так понимаю, что еще и материал, который нужно изучать, он просто детям неинтересен. Неинтересен. Ну, нет, фрагментарно есть, но очень... Нету раз... Раньше лучше были учебники, а потом раньше был такой предмет, как внеклассное чтение. Он стоял в программе, когда мы могли поговорить, опять же. Просто порассуждать, научить детей оценивать. Тот самый случай, что поговорить... Навык, навык, как бы речи. Речи, да, да, да. А про окружающий мир, который был природоведением, вот про это... Это вот так вот было. Когда был учебник Клепининый, это было удивительно. Действительно, ну, предмет назывался природоведения. Природоведения, я помню, я его изучал, да. У меня был такой предмет. Ученик изучал природу. А сейчас что? Учебники перестали давать, извините меня, научные знания. Нету этих знаний в системе. Темы, которые там у нас, они не развивают. Да, они погружают, но я бы уже сказала, что современный окружающий мир – это история, не очень веселая, так скажем, общество знаний. Зачем такие темы, как экономика, области экономики, устройство государства? Начальных классов вообще. Это все, да. И при этом даже про такие темы можно поговорить, но там сухие данные. Дума, Госдума, здесь что, здесь что, Конституция. Но зачем в один предмет и общество знания, и историю? А на природу ничего не остается. Вы поймите, раньше у нас на уроках, что было? Мы опыты проводили. Ребенок мог потрогать это все. Мы не гнались куда-то, зачем-то. Правильно? То есть природоведение можно попытаться, ну вот если бы была воля у нас, да, вернуть природоведение? Да, я не против истории. У нас ведь раньше был урок москвоведения, где мы планомерно, тихонечко изучали историю родного города. Я за. Но это медленно, спокойно и плавно. И отдельно от природоведения. Да, да, да. А сейчас работы с контурными картами нет. Дети не понимают вообще в принципе ничего. Вот и я что делаю, вы знаете, я сама их ксерокопирую, пытаюсь. Но они же должны понимать, где они живут. Ну да. Ну хоть как-то. Где, что. Сейчас галопом по уроку, по Европам. Все быстрее. Чтобы только галочки в тестах наставили. Здесь есть, здесь есть, да, все ясно. И все. Ну и самое печальное, это и к литературе, и к окружающему миру. Раньше была такая позиция, как урок в музее. Сейчас все-все боятся. Мы во время уроков никуда не можем. Это полная проблема. А после уроков у детей много дополнительного образования. И раньше очень хорошо природоведение мы проводили. И в нашем любимом политехническом, да вообще в любом музее. И нам и там показывали. Дети могли потрогать. Если это полезные ископаемые, мы опускались в шахту и так далее. Сейчас этого нет. И это, конечно, печально. Не развивает окружающий мир. Его даже называют, так как между ними, окрошка. Они его называют. Понимаете? Мне очень, конечно, обидно. Ну и в завершение, хочу сказать, не за начальную школу, просто обидно. Потому что вообще в принципе в стране много олимпиад. Там все эти фиросы. Да. Наши московские олимпиады. Ну нету олимпиад для начальной школы очных, где бы ребенок мог себя показать. Почему четвертый класс должен писать за пятый? Создайте вы и для первого, второго предметные, хорошие, серьезные, очные. Не вот это учи ру, бесконечное, пустое, понимаете? А очные, серьезные, по возрасту продуманные предметные олимпиады для малышей. Чтобы они учились и пусть точечно, пусть один, но пусть он получит свою минуту славы и придет. По математике есть олимп, а по другим я не знаю. Ну, какие медвежата там делали, какие-то там истории, но это опять же все дистанционные штуки. Это очень мало. Вы знаете, раньше были окруженные в округе, потом городские, потом сейчас все это куда-то убралось. И очень жалко, потому что тяжело стимулировать ребят какими-то завтраками, когда ты будешь там в восьмом классе. Да, побеждать. У него это вообще другая планета, понятно. А если бы он пошел на математику очную, поработал, попыхтел в первом классе на своем уровне, то он бы понял, вот я поработал и я получил. Или наоборот, я не доработал, но я буду стремиться и пойду во втором. Такие интеллектуальные соревнования, вы считаете, они тоже нужны и важны для начального хода и вообще в целом? Нужны, но только очные. Очные, очные, конечно. Очные. С экраном и так сидят все время. Чтобы не бесконечно вместе с мамой, с папой в экране, да. А именно очные. Пришел, поработал с черновиком, нарисовал задачу, попытался это. А если и в идеале, то и поговорить с преподавателем. А как ты решил? А в завершении, если можно, вот какой-то комментарий, рекомендация такая общая вот в отношении родителей? Что сегодня вы рекомендовали бы родителям, которые собираются в начальную школу или учатся в первом классе, во втором? Вы знаете, я всегда говорю одно, одна большая рекомендация. Любите и говорите со своими детьми. Говорите обо всем. Не слушайте просто обрывочно, а говорите. Да, это тяжело. Но чем больше говорить с детьми, вот знаете... И заставлять их говорить. И заставлять их говорить. Детей, да, да. Вот пришел из детского сада. Вот просто. В чем была одета воспитательница? Вот пусть он вспомнит и расскажет все. А что... Нет, вы зря смеете. Пусть заставит работать мысль свою. Марина так и делает абсолютно. У меня жена так и делает. А что было там с Васей? А что было с Петей? И это, вот многие думают, это ябедничество, стукачество. Нет, он сначала рассказывает. Он должен вспомнить и говорить, выстраивать монолог с родителями. Да иду гуляю, смотри, что это, опиши это. Чем больше будет говорить маленький ребенок, 6, 5, 7 лет, то тем больше будет результат. Поверьте мне, развитие речи, развитие мысли. Ну да. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Да, тут осталось 30 секунд примерно, судя по моим ощущениям. Татьяна Анатольевна, учитель младших классов 444-й школы Москвы. Продолжение следует.